МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. Пятилетку за три года программу по сносу ветхого и аварийного жилья на Ямале можно выполнить на два года раньше намеченного срока. С Ямала в армию отправились первые новобранцы. И в ноябрьске состоялась премьера блокбастера Федора Бондарчука «Сталинград». Мнения ветеранов после просмотра фильма разделились. Бюджет Ямала на будущий год и плановый период до 2016 года будет принят в конце месяца. Депутаты Законодательного собрания округа готовы рассмотреть и утвердить проект финансового документа. Предполагается, что общий объем доходов в 2014 году превысит 98 млрд рублей, а расходная часть бюджета составит более 104 млрд. При этом в окружной казне предсказывают дефицит в 9,5 млрд. Добавлю по статей на проект бюджета автономного округа депутаты планируют рассмотреть 20-22 ноября на расширенном заседании комитета Заксобрания автономного округа по бюджету, налогам и финансам. И еще предполагаемый дефицит ямальского бюджета в два раза ниже, чем в соседней Югре. Программу по сносу ветхого и аварийного жилья на Ямале можно выполнить на два года раньше намеченного срока. Напомню, полностью избавиться от старых домов округ должен до 2017 года. Об этом в ходе пресс-конференции в Салихарде сообщил замдиректора окружного департамента строительства и жилищной политики Сергей Карасев. Он отметил, что несмотря на все сложности, которые возникают при переселении граждан из аварийек, темпы строительства позволяют делать оптимистичные прогнозы. Так, до конца года для переселения из ветхого жилья сдадут около 120 тысяч квадратных метров. Сергей Карасев подчеркнул, что в будущем году особое внимание уделят жилищным правам детей-сирот и оказанию поддержки многодетным семьям. Не останутся без внимания и молодые ямальцы. Результаты еще впереди. Например, вопрос предоставления социальных выборов молодым семьям. Специфика реализации этого мероприятия такова, что основные финансы, поступающие на реализацию этой программы с федерального бюджета Российской Федерации, приходят в округ в июле-вавуще. К этим финансовым ресурсам мы добавляем средства из окружного бюджета и перечисляем их в бюджеты муниципалитетов осенью. В планах нынешнего года по этому направлению более тысячи молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия. Введение социальных норм на электроэнергию не ударит по карману льготников. Как пишет сегодня российская газета, они по-прежнему будут оплачивать коммунальные услуги по льготному тарифу. Соответствующее условие прописано в постановлении правительства. Кроме того, в последующие годы социальная норма потребления у граждан льготных категорий будет в полтора раза больше, чем у остальных. Кстати, по словам экспертов, соцнормой пожилые люди смогут воспользоваться также и на даче, куда многие традиционно переезжают на лето. А вот россиянам, имеющим жилое помещение, в котором они не зарегистрированы, придется оплачивать коммунальные услуги по повышенному тарифу. Напомню, эксперимент по внедрению соцнормы на электроэнергию стартовал 1 сентября в шести регионах, а с июля будущего года система начнет действовать на территории всей страны. Из окружного сборного пункта в Ноябрьске на военную службу отправились первые 10 новобранцев. Проходить службу они будут в Екатеринбурге. Поздравляю вас с отправкой в воинскую часть. Ура! 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 На Ямале начались массовые отправки призывников. Первая партия из 10 новобранцев предстоит служить в Екатеринбурге. По словам председателя военно-врачебной комиссии, за два дня со всего ИНАО в пункт прибыли 31 человек. Все они прошли медосмотр и признаны годными к военной службе. В окружном сборном пункте трехразовое питание. Меню разнообразное. К примеру, на завтрак молочная каша, салат, гречка, сосиски, масло, выпечка и чай. Первое пребывание призывников здесь и наших сотрудников, администрация окружного сборного пункта показывает, что питание достаточно достойное. Призывники все съедают. Все нравится очень. А это казарма. В ней призывники проводят большую часть времени. Она рассчитана более чем на 100 человек. Здесь же и располагается администрация. Это командир роты, командир взводов. Они практически здесь же с солдатами вместе и ночуют. То есть условия практически созданы для всех одинаковые. Из Ноябрьска молодые люди разъезжаются по воинским частям во всеоружии. Помимо верхней одежды солдату в дорогу полагаются тапочки, вафельное полотенце, комплект зимнего белья, чашка, ложка и, конечно, сухой паек. Здесь находится в нем каша, супы, чай, кофе, сахар, витамины, повидло и сухие галеты, которые заменяют хлеб. Вадим и Иван в армию пошли добровольно сразу после окончания университетов. Служить будут в войсках связи. В армию, как в сторону ОСК, кто за сердцем, кто за храбростью. А Вадим Армаш надеется, что после года службы он станет более дисциплинированным и целеустремленным. Я не слышал плохого, чтобы откликались или что-нибудь такое. Все говорят, что это хороший урок жизни. В представлении Ивана Герганова армия – это режим физических упражнений и однообразие. Надеюсь, попадутся нормальные сослуживцы, нормальный команд, офицеры. В течение двух месяцев из окружного сборного пункта Ямала пройдет более ста отправок. В общей сложности вооруженные силы страны пополнят 1722 бойца. Юлия Москалика, Анатолий Пресич, новости нашего города. В ноябрьске начался премьерный показ фильма «Сталинград». Первый сеанс прошел 7 ноября в кинотеатре «Русь» в Большом зале, двери которого распахнулись перед зрителями впервые после реставрации. В российский прокат картина вышла еще в начале октября. Посмотреть на нашумевшую драму режиссера Федора Бондарчука собрался полный зрительный зал. Фильм рассказывает о битве под «Сталинградом». Она вызвала у российских кинокритиков неоднозначные оценки. Как, впрочем, и у главных зрителей – очевидцев тех событий. «Очень фильм военных наших лет. Вот такое, вообще, слов нету. Очень хорошие, но и страшные очень. Люди пережили такое, что не пережить. Дай Бог, чтобы ее и не было, этой войны». «Ну, она еграно». «А что именно?» «Ну, понимаете, так, если бы мы не видели войну, так для нас, конечно, было бы тоже хорошо, как вот для молодежи. Ну, так как мы видели ее еще девчонкой, вот, так это для нас уже, знаете, как в сказке-то было». «Это горе». «Наши фильмы». «Все, это очень, в общем, слов даже не нахожу. Очень тяжелый фильм». И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. Сразу после нее смотрите актуальное интервью с экспертом в области правил дорожного движения Евгением Монаковым. Тема, вступившей в силу поправки Федеральный закон о безопасности дорожного движения. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. ТОРЖЕСТВЕННАЯ СУП espí git satisfied. 9 ноября. В Саликарде без осадков. Ветер Северный до 6 метров в секунду. Температура минус 2 градуса. В Муровленко дождь. Ветер Юго-Западный до 6 метров в секунду. Температура 4 градуса тепла. В Ноябрьский небольшой дождь. Ветер Юго-Западный до 6 метров в секунду. Температура плюс 3 градуса. Продолжение следует...